В криптовалюте контракты, но пока об этом рано говорили. Криптовалюта, конечно, она может быть расчетной единицей, но она очень нестабильна. Для того, чтобы переводить средства из одного места в другое, да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно. Криптовалюта пока ничем не обеспечена, она имеет место на существование и как средство расчета может использоваться, конечно. Но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами, источниками энергии, пока, мне кажется, будет рановато. Ну, все развивается, все имеет право на то, чтобы существовать. Ну, будем смотреть, как это будет идти дальше. Может быть, когда-то это может быть и средством накопления. Ну, мы видим, как калибрицит отрывает. Но все не рановато. Почему же это стоит? Просто можно ли это использовать в качестве расчетной единицы при купле-продаже нефти? Вот о чем. А потом, для того, чтобы имитировать, нужно же, вы знаете об этом, огромное количество энергии. Да, это нужно использовать пока, использовать традиционные виды, прежде всего, леводородия. Я знаю, что, via your central bank, говнер, our conversation this summer, she essentially said to me that you're moving away from US-dollar-denominated assets when it comes to trying to diversify away from the US-dollar. Is that so sanctions have less of a bite to the Russian economy? Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. А они это делают, так как препятствуют расчетам в долларах за санкционную продукцию. Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в доллар. Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах. Когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты, либо в качестве инструмента расчетов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом. И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары, и как расчетную единицу уменьшить использовать. Результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах долю доллара сокращают. Это факт статистический. Мы, конечно, это делаем, и в резервах своих сокращаем доллары, и в расчетах. Мы стараемся переходить, это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчеты в национальных валютах. В этой связи можно сказать, что США пилит суп, на котором сидят. Продолжение следует...